МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных событиях. Экс-мэр Якутска и главный эксперт по региональной политике партии «Новые люди» Сардана Апксентьева посетила город Видное. То, что вы сохранили свой исторический центр, изначальный облик своего города. Члены общественной палаты Ленинского городского округа инициировали рейд по выявлению большегрузного транспорта, припаркованного в новой жилой застройке. Они закрывают обзоры, и это приводит к аварийным ситуациям. С 2004 года, 8 августа, во всем мире отмечается День офтальмологии. Какие современные методики лечения применяются в Видновской районной клинической больнице? Во всем мире возрастная маконстрофия, в разных странах, выходит на первое место. Город Видное посетила экс-мэр Якутска и главный эксперт по региональной политике партии «Новые люди» Сардана Апксентьева. Для гостей была организована небольшая экскурсия по исторической части города. Также известный политик встретилась с местными активистами и ответила на интересующие их вопросы. Сардана Апксентьева два года занимала пост мэра Якутска. Она стала известна многим россиянам благодаря тому, что сократила представительские расходы чиновников администрации до минимума. Все ее усилия были направлены на улучшение жизни людей, за что многие стали называть ее народным мэром. Сейчас Сардана – один из лидеров партии «Новые люди». В город Видное она приехала поддержать местных депутатов и привлечь внимание властей к актуальным проблемам нашего округа. Для известного политика была проведена небольшая экскурсия по главным достопримечательностям Видного. Здесь такая замечательная эклектика всего. Но то, что вы сохранили свой исторический центр, изначальный облик своего города, то, что у вас очень такая хорошая гражданская, городская активность, которая отстаивает что-то сохранить, что-то не сносить, что-то изменить. Культурное наследие. Культурное наследие сохранить, безусловно. Это очень и очень симпатично. Я приятно удивлена. После прогулки по городу в Расторговском парке была организована встреча с местными жителями, активистами и кандидатами в депутаты от партии «Новые люди». Приехали блогеры, местный актив, депутаты, к которым интересна встреча, интересны идеи, которые Сардана привнесла в нашу жизнь в части того, что она действительно выступает за возврат полномочий в регионы, в муниципалитеты, за прямые выборы глав, за выборность судей. И нам кажется, что это действительно поможет нашей экономике, нашей стране двинуться вперед. Пришедшие на встречу задавали политику самые разные, порой весьма прямолинейные вопросы. Без ответа не остался ни один из них. Как вы, собственно, решили стать мэром? То есть это долгое было решение, спонтанное или нет? Просто, к сожалению, я никакую информацию не нашел. Решила я пойти в депутаты городского собрания города Якутска. Но, к моему большому сожалению, по срокам опоздала, не успела сдать документы. Так я не стала депутатом Якутской городской думы. Потом подумала, ну в законодательное собрание пойду. Черт с ним, там будем, значит, это, жару давать, да? Но и опять с документами опоздала. И документы в тот момент, когда я приняла решение, значит, дать жару кому-то неизвестно кому, документы принимали только на мэра города Якутска. Ну вот, так получилось. Как рассказали представители партии, они надеются пригласить Сарданов к Сентьеву еще раз. Ведь такой прямой диалог между обществом и властью – самый эффективный для решения многих вопросов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Члены общественной палаты Ленинского городского округа инициировали рейд по выявлению большегрузного транспорта, припаркованного в новой жилой застройке. Водители грузовиков облюбовали крупные микрорайоны города Видное, мешают проезду легковых автомобилей и занимают парковочные места. Как, по мнению общественников, можно решить эту проблему, расскажет Юлия Погосян. Большегрузом здесь не место. Так вполне законно считают жители новых микрорайонов города Видное. Мало того, что парковочного пространства и без того немного, так еще и грузовики занимают места. Некоторые стоят на приколе по несколько месяцев. Обращаемся в ГАИ, конечно, да, обращаемся. В основном, конечно, проблема у нас с эвакуацией большегрузов. Я, честно говоря, ни разу не встречала, сколько раз обращались. Эвакуируют в основном в неположенных местах у нас легковые автомобили, а, соответственно, грузовые – нет. Самые проблемные территории – шестой микрорайон и зеленые аллеи. Почему водители грузовиков облюбовали именно эти места – вполне объяснимо. В центре города такая фура перегородит буквально всю улицу, а здесь вроде и незаметно. Однако это не так. Большегрузы мешают свободному передвижению транспорта, загораживают угол обзора как автомобилистам, так и пешеходам. У нас одна из болевых точек – это вот здесь, квартал Северный. Это место выезда сейчас уже на новую трассу М4. И, значит, с момента открытия нашего как раз именно выезда у нас здесь организовалась большая стихийная стоянка большегрузного транспорта. Также у нас есть большой разворотный круг для общественного транспорта, на котором точно так же стали парковаться большегрузные транспорты. С этой проблемой борются давно. Но на этот раз за ее решение взялись члены общественной палаты муниципалитета. Вместе с представителями управляющей компании и территориального отдела вышли в рейд, чтобы зафиксировать нарушение парковки большегрузного транспорта. Надо изучать правила дорожного движения. Там четко прописана парковка на проезжих частях. Мы видим, там есть запрещающий знак. А тем не менее вдоль проезжей части стоят большегрузы. В чем беда? В том, что большегрузы занимают и два, и три парковочных места. Проставят они неделями. Дети гуляют, выходят и выбегают из этой большой машины. Видимость плохая. И, конечно, это массу неудобств жителям приносит. На лобовом стекле одного из припаркованных большегрузов общественники нашли контактный номер телефона. Позвонили. Водитель стал оправдываться. Мол, все так паркуются. Чем я хуже? Вы понимаете, что такие большие машины в жилищных комплексах и во дворах не должны парковаться? Ну, если я живу здесь, мне что делать? Я на работу не езжу. Я, конечно, понимаю, что мне приходится нарушать. Но тут как бы по поводу знака нового. Везде знаки стоят. Там даже легковые, если припаркованы, они тоже поздно стоят. Они закрывают обзоры. Это приводит к аварийным ситуациям. И жители действительно очень возмущаются и не знают, куда жаловаться и как быть. Отсутствие специализированной парковки – самое распространенное объяснение о нарушении правил. Я бы с удовольствием здесь не ставил. Потому что мне и аккумуляторы украли. Это стоит немалых денег. Я бы с удовольствием поставил, если бы было место. Ну, вот частные парковки платные не рассматривали? Да, не пускают такие большие. Легковые, без проблем. И то не везде. Уже как бы, сами видите, домов много, много квартирных. А с парковками здесь проблемы. По итогам рида, члены общественной палаты решили взять ситуацию под личный контроль. Инициировать создание рабочей группы, куда вошли бы глава муниципалитета, сотрудники госавтоинспекции и представители дорожной комиссии, чтобы вместе, наконец, решить проблему парковки большегрузного транспорта. Ведь эта тема актуальна во всем Ленинском округе. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Ольга Судовская. Видно этого. С 2004 года, 8 августа, во всем мире отмечается День офтальмологии. Праздник был учрежден в честь выдающегося российского микрохирурга Святослава Федорова и отмечается в день его рождения. Чем живет офтальмология сейчас и какие современные методики лечения применяются в Видновской районной клинической больнице, расскажет Екатерина Борисова. Российские офтальмологи отмечают, в последнее время такие грозные заболевания, как глоукома и катаракта, сильно помолодели. Такие диагнозы все чаще ставятся уже в 40 и 50 лет. Во всем мире возрастная макоудстрофия в разных странах выходит на первое место по слепоте, по проценту слепоты, по проценту потери зрения. В России это пока на первом месте находится катаракта по проценту слепых больных. И это заболевание, которое требует оперативного лечения и своевременного обращения к хирургу, к хирургу-офтальмологу. Раиса Алексеевна Заикина полтора года назад лечила в офтальмологическом отделении ВРКБ глоукому. Через полгода после операции нужно было ложиться снова, заменить хрусталик. Но из-за пандемии вмешательство пришлось отложить. Сейчас женщина готовится к операции. Меня направляли в Москву, я туда отказалась, потому что мне понравилось, как врачи подходят. Так все спокойно, все хорошо, в Москву я побоялась ехать. Глоукома – это вторая по частоте причина обращения к офтальмологам-хирургам ВРКБ. Но не менее опасная и коварная. К тому же, если больным катарактой с помощью операции удается вернуть зрение, то в случае с глоукомой не все так радужно. Мы оперируем в тех случаях, когда зрение уже, как правило, сильно потеряно, имеется очень высокое глазное давление у пациента, из-за которого потеряно зрение. И можно спасти то зрение, которое осталось. Петр Бокшинский рекомендует после 40-50 лет посещать офтальмолога и измерять глазное давление не реже раза в год. Особенно должны насторожить следующие симптомы – заметное снижение зрения, пятно или так называемый туман в одном глазу. Чем раньше пациент обратится за медицинской помощью, тем больший процент зрения врачам удастся спасти. Есть новая методика, которая позволяет обнаружить глоукому на более ранних стадиях. Это такие приборы, как оптический конгерентный томограф или сокращенный ОКТ, который сейчас у нас есть в нашем районе и в Бутовской поликлинике у нас в отделении стоит. Медики ВРКБ применяют в своей практике новейшие разработки в области офтальмологии, например, методики микропериметрии и ультразвуковой биомикроскопии глаза. Ежегодно врачи проводят около 600 различных операций, большинство из них с использованием современной микрохирургической техники. Так что можно не сомневаться – пациенты офтальмологического отделения ВРКБ в надежных руках. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В России пока мало кто знает, что в начале августа отмечают День одинокой работающей женщины. Он появился в США в 2006 году и постепенно завоевывает мир. Его придумали, чтобы избавиться от стереотипов, сложившихся в обществе относительно одиноких представительниц прекрасного пола. Наверное, единственными, кто решил отметить этот праздник в Ленинском городском округе, стали волонтеры движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и его сопредседатель, депутат Совета депутатов округа Артем Грудинин. Они поздравили нескольких женщин поселка совхоза имени Ленина – одиноких работающих мам. «Сегодня День работающей женщины. Вы, к тому же, насколько я знаю, еще немного детства. Поэтому мы, в нашей организации, хотели бы вас поздравить и передать вам такие небольшие презенты, чтобы это было приятно, хорошо. Спасибо большое». Этим женщинам, которые совмещают воспитание детей и работу, подарили наборы вкусных сезонных фруктов и теплые слова. Ведь они достойны восхищения и уважения за их силу духа, уверенность в себе и желание быть счастливыми, несмотря ни на что. «Мы бы очень сильно хотели пожелать всем женщинам России, не только Ленинского городского округа, чтобы они всегда находили силы, находили терпение на все невзгоды и чтобы жизнь была только краше и лучше». Поздравлять жителей поселка даже с неочевидными праздниками стало у волонтеров и сопредседателей движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» доброй традицией. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.